В Омске взяли под стражу обвиняемого в убийстве двух человек. Мужчина без определенного места жительства через свою подругу познакомился с потерпевшим и напросился к нему в гости. В тот день жертв в многоэтажке на улице Звертяева могло быть значительно больше. После убийства хозяина и его подруги подозреваемый включил газ и пытался взорвать дом. 35-летний подозреваемый недавно освободился из омской колонии. Уроженец Забайкальского края ранее был судим за убийство, кражу и угон. В Омске у него жилья не было и он заводил многочисленные знакомства с подобными себе бродягами. На днях его приятельница Яна рассказала, что у ее подруги есть знакомый фотограф, который принимает у себя в квартире девушек, спаивает их, а потом просит позировать обнаженными. Якобы и сама Яна недавно выступила в роли фотомодели. Под предлогом отомстить за свою девушку подозреваемый напросился в гости. 59-летний хозяин их радушно встретил, заплатил за такси и накрыл стол. Каково же было удивление гостей, когда они увидели, что все стены и полки в квартире заставлены и завешаны изображениями голых женщин. Некоторые фото были черно-белыми и датированы 90-ми годами прошлого века. После первой рюмки подозреваемый взял фотоаппарат, чтобы найти в нем снимки своей девушки. Здесь стояла камера. Я ее взял и начал пролистывать. Я говорю, сейчас дальше больше что-нибудь увижу, буду бить. И все пролистываю. И вижу тут все эти фотографии. И сперму на животе моей девушки. И все, я ему показываю вот так, и говорю, что такое. И все, у нас понеслось здесь. Что понеслось? Но я его начал бить. Как потом установили следователи, повод для избиения на почве ревности был придуманным. Фотографии подруги подозреваемого ни в печатном, ни в электронном виде не оказалось. Внезапно в ходе распития спиртных напитков Николай задал Александру и Юле вопрос. Где деньги? Те отпишли от подобного поворота событий. Не смогли ничего ему ответить. После чего от Николая последовало высказывание. Высказывание считаю до трех. Где деньги? Не получив желаемого ответа, Николай начал их избивать. Сначала он взялся за Александра, сбил его с ног, повалил на пол, стал избивать ногами. Ему показалось этого недостаточно. Перетащил его в соседнюю комнату, где стал по нему прыгать ногами. Произведя порядка десяти прыжков, поняв, что человек уже не подает признаков жизни, он принялся за Юлю, которая забежала следом за ними в комнату, пыталась остановить Николая, еще не зная о том, что тот уже пришел туда с конкретной целью убить их обоих. Когда хозяин квартиры и его подруга уже не подавали признаков жизни, подозреваемый взял с полки металлическую подзорную трубу, которая нанес потерпевшим контрольные удары по голове. После гость начал рыться в шкафах, нашел деньги и пять видеокамер, которые сложил в пакет, чтобы потом сдать ломбард. Его подруга Яна наблюдала за всем этим из коридора. Грабитель срезал в квартире все провода, чтобы потом сдать в цвет мет. Он не побрезговал даже латунными кранами в ванной. На кухне убийца прошелся по шкафам и холодильнику. С этого у меня взялся конфетку. Два яйца еще съел здесь. Тут стояла баночка сгущенки. Тут стояла баночка сгущенки. Я ее взял. Уходя, убийца открыл газовые комфорки, чтобы взорвать квартиру и тем самым скрыть следы преступления. Однако у плиты сработала защита и подача газа прекратилась. Задержали подозреваемого на следующий день в гостинице, которую он снял вместе с подругой. В ходе допроса он заявил, дословно прозвучало так. Командир, хотите я расскажу вам правду? Я, естественно, ответил, что хочу. На что он гордо мне сказал. То есть изначально он говорил, что он пришел в гости к этому человеку. И ему случайно на глаза попались фотографии его любимой женщины. После чего он сказал, да я намеренно ехал их убивать. На это я ему ответил, что, собственно говоря, это органами следствия уже установлено. И я банально лишь выяснял его позицию. До суда подозреваемого заключили под стражу. За убийство двух лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. И если учесть, что рецидивист хотел взорвать квартиру в девятиэтажном доме, выпускать на волю его точно не стоит.